Я объясню совсем просто, без всяких вычислений, почему должно получаться 12-11. Почему первый раз в честелке встречается вот, что вот этот будет 360 градусов на 11. А это... Не градусов, конечно. Первый раз они усиливаются в час, ну не 5 минут, но чуть больше 5 минут. А дальше время идет. Когда они усиливаются в следующий раз? Примерно. Вот у меня у нас уже часы, которые... А в час 10 минут. Ну в час 10 они уже встретятся. То есть они были в 12. Они встретятся в час небольших. В следующий раз когда они встретятся? В 2 часа. В 2 часа, ну с чем-то еще. Когда вот это уже дает сюда, она дает до сюда. В следующий раз когда? В 3 часа. В 3 часа? В часа с чем-то больше. Ну да, не с четвертью, а чуть больше с четвертью, потому что четверть, она еще нужно догнать. В 3 часа с чем-то. В 4 часа. В 4 часа. В 4 часа. Еще и с чем-то. В 4 часа. Дальше 5 часов с чем-то. Потом 6 часов с чем-то. Потом в 7. В 7 с чем-то. В 7 с чем-то. Потом в 8. С чем-то. Наверное, по всех 9. Потому что он должен пройти еще почти целый дом. 9 ищешь чем-то, потом 10 ищешь чем-то, и дальше когда? 12. Уже в 11 ищешь чем-то, это на самом деле будет 12. Да. То есть сколько раз всего они, сколько таких моментов? Будет 11 раз. 11 раз. Потому что как сразу разбегали самые 12, и пусть еще немножко. Это немножко накапливалось. Теперь, с другой стороны ясно, что эти все углы на самом деле одинаковые. Потому что мы просто смотрим на часы с другой стороны. Если вот в этот момент мы можем повернуть часы, забыть про циферблат, повернуть часы, они снова как-то совпадают. В следующий раз они встретятся с этой повернутой части, и это будет как бы исходная задача. То есть вот все эти углы одинаковые. По струху и струху слезутся. Но большая, и надо сделать запороны, так сказать маленькую. И это требует какого-то времени. Соответственно, интервалы между всеми этими моментами будут одинаковые. То есть у нас получается 12 часов делится на 11 равных антарвалов. То есть это 12 одинаковых часа. Ну или там 1 час и 1 одинаковых часа. Ну, соответственно, можно понять, какой это угол. Это надо умножить на 30 градусов на час. Получается 361. Так, ну и чего, я не знаю. Понятно это? Да. Почему? Почему они одинаковые? Хорошо. Тогда, чтобы проверить понятное времени, давайте я спрошу. Представим себе, что бывают даже 2 часы для всяких подводников, там полярников и прочее. У которых все разбито. Значит, у них есть полдень у них тоже, естественно. Но потом все разбито не на 12 часов, чтобы они не путали день и ночь, а на 24 часа. На какое будет последний деление? Да. 22 часа. 23. Ну, 24 – это уже как бы слово. 12, конечно, написать. 24. 1, 2, 3, 4. То есть такие часы, которые с циферблатом на 24 часа. Тогда, ну, у них тоже есть часовая стрелка и минутная стрелка. Ну, минутная стрелка сдвигается на круг, часовая сдвигается на час, то есть на одну. Ну, спрашивается, они первый раз съездятся тоже в час с чем-то. Чему будет равен этот лук? 15 градусов. 15 градусов. 15 градусов будет, если это веже деление. Да. Плюс 1, 24, от 1, 24 и всего около. 15 и 1, 24. 21. Так. 15 и 1, 24 это вы учитываете, что... Значит, мы ответим не верим. Это как он зависит на одну шагу. Вот он повернется на 15 градусов, пока он сделает круг. Потом, пока еще пройдет 15 градусов, пройдется 1, 24-ю круга, он пройдет в столько градусов. У нас 15 градусов. Дальше, пока он сдвигается на 15 градусов, еще будет 15 градусов плюс 15 градусов, который в 24 раза меньше. А можно сделать так же, как вот... Нет, 15 на 24, на самом деле. Плюс 15 на 24, плюс 15 на 24 в квадрате. Но если написать такой ряд, то будет вот так. Да, но можно, на самом деле, просто сразу написать ответ, если вспомнить это рассуждение про один из равных участков? 22 равных участков. Сколько раз на этих часов, если у вас рассудки, сколько раз стрелки встретятся? 22 раза. А почему? 15 на 24. Ну, а 11-то было ведь для 12-часовых часов? Да. А для 11-го года? Сколько раз? Потому что за сутки эта стрелка сделает... большая стрелка сделает 24 оборота, а маленькая 1. То есть относительно друг друга они сделают 23 оборота. Значит, будет 23 раза всяких моментов. 23 моментов. Значит, между этими двумя моментами будет... такой угол. Значит, надо взять 360 градусов и разделить на 23. И это будет больше, чем 15 градусов, которое будет, если это 360, разделить на 24. Так что... Ну вот. На самом деле, если вы будете считать этим врядом, то уже это можно. А можно еще два комментария коротких? Первый не по делу. Состоит в том, что часы, в которых вот как вы нарисовали 24, они на самом деле не только у подводников... В Флоренции были. В древности. Да-да. Ну ничего не в древности. Главный храм Флоренции, действительно. Мы там сколько поразились именно тому, что 24. Часы, что называется, самые обычные, большие, настенные. Вот. Но циферблат разделен на 24 участка, да? Второе математическое. Ребята, вы знаете задачу о том, когда один объект догонит другой? Значит, есть лиса и заяц, находятся на некотором расстоянии. Заяц бежит, лиса бежит быстрее. Как узнать, за какое время поймает? Что надо сделать? Нужно узнать. Вы сами социализируете скорость оба лисы? Нет, нет. Знаем эту скорость, знаем эту скорость. Скорость лисы больше. Что мы делаем, чтобы узнать, за какое время догонит? Скорость движения. Скорость движения. Молодец. Это что такое? Скорость. Неправда. Выучит скорость. Разность. Заяц убегает. Разность скоростей. Все понимают, что вы все время решали эту задачу? Да. Часовая стрелка – это заяц, а минутная стрелка – это… Вот. Что происходит? Минутная стрелка гонится за часовой. Первоначальное расстояние между ними – это полный оборот циферблаты, те самые 360 градусов. А скорости? У одного скорость какая? Один оборот в час, а у другого скорость – двенадцатая часть оборота. Берем разность и получается. Это на самом деле просто задача о лисе и зайце. У любителей науки могли бы, значит, о лисе и зайце тоже решать с помощью бесконечного ряда. Разумеется. И запутать. Лиса и зайца – это и есть тот самый хиллес и черепаха. Разумеется. Просто лиса и зайца – это когда легко решать, а ахиллес и черепаха – это когда мы пытаемся подольше.